От велосипедов к автогигантам. Представьте себе компанию, которая начала свой путь с производства велосипедов, а сегодня выпускает один из самых популярных автомобилей в Европе. Невероятно, правда? Но это реальная история чешского автогиганта Шкода. Готова отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории и заглянуть в будущее автомобилестроения. Тогда устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. История бренда. От Лаурин энд Климента до Шкода. Все началось в 1895 году в небольшом чешском городке Младоболислав. Два энтузиаста-механик Ванслав Лаурин и книготорговец Вацлав Климент основали скромную велосипедную мастерскую. Их первые велосипеды назывались «Славия» и быстро завоевали популярность благодаря высокому качеству. Но амбициозные основатели не собирались останавливаться на достигнутом. Уже в 1899 году компания выпустила свой первый мотоцикл, а в 1905 году мир увидел первый автомобиль марки Лаурин и Климента Вейтуретта А. Этот элегантный двухместный экипаж стал настоящей сенсацией и положил начало автомобильной истории бренда. А вы можете представить, как выглядели автомобили больше века назад. 1925 год стал поворотным в истории компании. Произошло слияние с крупным машиностроительным заводом Шкода Уоркс и с городом Пльзень. Так родилось название, которое сегодня знает весь мир. Шкода. Интересно, что логотип компании «Крылатая стрела» символизирует скорость, прогресс и нацеленность в будущее. Как вы думаете, сколько раз за свою историю менялся этот знаменитый логотип? А пробить Шкода по ВИН-коду или госномеру на аварии, нахождении в залоге, угон и многое другое можно при помощи специального телеграм-бота «Глазбога». Ссылка в закрепленном комментарии. Философия Сэмпо Клэва. Но что же делает Шкода такой особенной? Почему миллионы водителей по всему миру выбирают именно эти автомобили? Ответ кроется в философии бренда Сэмпо Клэва. Это не просто красивый слоган, а целая концепция, которая воплощается в каждой детали. Шкода стремится создавать автомобили, которые делают жизнь проще и удобнее. Вот несколько примеров этой философии в действии. Скребок для льда, встроенный в лючок бензобака, зонтик, спрятанный в двери, держатель для парковочного талона на лобовом стекле. Казалось бы, мелочи, но именно они показывают, насколько внимательно компании относятся к потребностям своих клиентов. А какие умные решения в автомобилях кажутся необходимым именно вам. Модельный ряд Шкода. Давайте теперь посмотрим на модельный ряд Шкода. Компактная и юркая Фабия. Идеально подходит для городской езды. Семейный Октавия сочетает в себе комфорт, вместительность и экономичность. Элегантный флагман Супер Б не уступает по уровню оснащения премиальным брендам. Для любителей внедорожников есть целая линейка САВ. От компактного Камик до просторного семиместного Кодиака. Отдельного упоминания заслуживает Шкода Рапид. Модель, разработанная специально для российского рынка. Она учитывает особенности наших дорог и климата. Кстати, а какая модель Шкода, по вашему мнению, лучше всего подходит для российских условий? Поделитесь с вами мыслями в комментариях. Технологии и инновации. Но Шкода это не только практичность, это еще и передовые технологии. Современные модели бренда оснащаются гибридными силовыми установками, системами помощи водителю, инновационными материалами. Например, виртуальная приборная панель позволяет настраивать отображение информации под предпочтение водителя. А система Park Assist может самостоятельно припарковать автомобиль. Шкода в автоспорте. Интересно, что Шкода имеет богатую спортивную историю. Компания активно участвует в различных гоночных соревнованиях от тралли до кольцевых гонок. Модель Favia R5 является одним из самых успешных раллиных автомобилей последних лет. А вы знали, что Шкода установила несколько рекордов скорости еще в 30-х годах прошлого века? Экологические инициативы. В наше время экологические вопросы становятся все более актуальными, и Шкода не остается в стороне. Компания активно развивает электромобили и гибридные технологии. Модель Enyaq i5, первый полностью электрический софт бренда, уже покоряет дороги Европы. Он способен проехать до 500 километров на одном заряде. А как вы относитесь к электромобилям? Готовы ли вы пересесть на экологически чистый транспорт? Шкода на мировом рынке. Сегодня автомобили Шкода продаются более чем в 100 странах мира. Это настоящий глобальный бренд, который при этом не забывает о своих чешских корнях. Каждая модель сочетает в себе европейское качество, чешскую практичность и глобальные технологии. Например, вы знали, что некоторые модели Шкода производятся в России. Это позволяет сделать автомобили более доступными для российских покупателей. Будущее Шкода. Что ждет Шкода в будущем? Судя по концепт-карам, нас ожидает еще больше инноваций, смелого дизайна и экологичных решений. Концепт Vision i5 показывает, каким может быть электрический кроссовер будущего с автопилотом, дополненный реальностью на лобовом стекле и возможностью управления жестами. Впечатляет, не так ли? Компания также работает над технологиями автономного вождения и новыми материалами, которые сделают автомобили легче и экономичнее. А в более отдаленной перспективе Шкода видит себя не просто как автопроизводитель, а как поставщика комплексных решений для мобильности. Это может включать в себя и каршеринг, сервисы по подписке и другие инновационные услуги. Заключение. Наследие и амбиции. Подводя итоги, можно сказать, что Шкода – это бренд с богатой историей и амбициозными планами на будущее. От маленькой велосипедной мастерской до глобального автогиганта. Путь – достойное уважение. Практичность, инновации, качество – вот те столпы, на которых стоит успех марки. Шкода доказывает, что автомобиль может быть одновременно доступным и высокотехнологичным, практичным и стильным. Это бренд, который не боится экспериментировать и всегда ставит потребности клиента на первое место. А что думаете вы о автомобилях Шкода? Есть ли у вас опыт владения этими машинами? Какие особенности бренда вам нравятся больше всего? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео, если узнали что-то новое и интересное. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории из мира автомобилей, ведь в автомобильной индустрии всегда есть что-то новое и захватывающее. Спасибо за внимание и до новых встреч на дорогах истории и инноваций.